Жизнь так складывается, друзья, что мы должны очень четко разделять и думать о своем будущем, потому что разделять свою жизнь нужно на то, что мы можем и на то, что мы можем ожидать или должны ожидать в своей жизни. Конечно, нам в этой жизни никто ничем не должен. Мы сами определяем свою жизнь, но так воспитали нас, что мы надеемся на государство, на государство, что там все должны знать точно, как нам жить. Но почему такие же люди, как вы, только их чуть-чуть приподняли выше вас, они должны отвечать за все. Они не хотят отвечать за все, не за вашу жизнь. Они думают только о своей. Так вот, необходимо приучиться думать только о своей жизни. Не о чьей боли, а только о своей. Ваша жизнь всему дороже. Вам самим должно быть дороже ваша собственная жизнь. И запомнить, что никто за вашу жизнь отвечать не будет. Конечно, многие по-разному стали к этому относиться. Молодежь сейчас бегает и обманывает стариков, вытаскивая из них свои деньги. Полагая, что старики уже отжили свое, поэтому, а, да, фиолетово на стариков, значит, можно их ограбить. Нет, друзья, везде срабатывает бумеранг. Матрица так построена, наша с вами жизнь так устроена, что бумеранг каждому из вас возвращается. Кажется, нет. Стащил и живешь себе шикарно, замечательно. Как помните, Раскольников убивал старуху-проценщицу. Вот это нам долбили еще с детства. Зачем в школе дают изучать такой страшный материал? Ну, кажется, гений там. Кто-то написал какой-то там Достоевский, значит, нужно знать. Но мы не знаем жизни самого Достоевского, чтобы вот так его ставить нам в пример, друзья. Нет, Достоевский проигрывал в Женевском казино свои деньги. А в это время его дочка Сонечка умирала от болезни, а на нее тоже нужны были деньги. И дошло до такого, что над Достоевским посмеялись, заставили его проиграть штаны. Это уже был смех над ним. Ну, отсюда и старуха-проценщица, отсюда и молодой Раскольников, которому необходимы деньги. Вот это нужно понимать. То есть на пьедестал вас хваляют и возводят человека, того же самого Достоевского, да? О, Федор Достоевский, Федор Михайлович. Такой гений вообще. Какой гений? Человек, который так относился к своей дочери, которая умирала. Она похоронена, кстати, на пленпале, на кладбище. И кто бывает, можете посетить могилу и посмотреть, чтобы понять, так это или не так. Но, помимо того, наша жизнь, вот в соответствии со всем тем, что я сказала в двух фразах, строится на том, что российская экономика сейчас быстро разделяется на растущую военную и стагнирующую гражданскую, основываясь на том, что на всех не хватит. На всех не хватит ни ресурсов, ни средств. Ресурсы сокращаются. Мы, допустим, не знаем и не понимаем, что полстраны уже продано давно. Китаю. Китаю не продано, а они заняли. В соответствии со своим статусом, так скажем, империи поднебесной, они заняли наши территории российские. Они могут написать какую угодно историю и сказать, что Сибирь им принадлежала. А мы можем согласиться или не согласиться. Но в данном случае наше руководство, российское руководство, согласилось с тем, что Сибирь когда-то принадлежала Китаю. И теперь 200 тысяч солдат прочесывают военных. Может быть, их уже гораздо больше. Просто разово два года, два с половиной, даже три года назад завезли где-то 200 тысяч военных китайцев. И они растворились. Растворились на территории Сибири. Поэтому мы об этом знаем, что они туда заехали, но не выехал ни один. А сколько еще пребывало, мы также не знаем. Потому что какие-то местности оцеплены, какие-то уже не являются, скажем, местом, где проезжают люди туда-сюда, которые могут носить... Помните, как были какие-то у нас путешественники, которые носили новости из одной страны в другую, из города в город. Вот так новости и узнавались, когда люди были на примитивном уровне. Сейчас мы готовимся встать на этот же примитивный уровень. Он уже перед нашими глазами. Как только отключат интернет, все, друзья, у вас будет примитивный уровень. Концентрация ресурсов в военном производстве привела к тому, что гражданский спектр экономики балансирует между стагнацией и спадом. Промышленность с исключением сезонного и календарного фактора не смогла вырасти к августу. И по итогам квартала производство символически снизилось. При этом отрасли, связанные с ВПК, стремительно растут, а остальные, соответственно, снижаются. Основной спад происходит в добывающей отрасли, прежде всего из-за сделки ОПЕК+. Но другие гражданские отрасли тоже страдают. Ключевые драйверы роста в сентябре – производство готовых металлических изделий. Электрики, электроники, машин, оборудование и прочих транспортных средств. Перечисляют аналитики Райфайзенбанка, что все это на низком уровне. А большинство других основных позиций, входящих в промышленность, проседали или показывали гораздо более сдержанную, позитивную динамику. Производство военной продукции продолжает расти. С мая, правда, не может компенсировать спад в отраслях других, ориентированных на гражданский спрос. То есть за счет военного промышленного роста гражданский спрос не может удовлетвориться. В результате чего общее промышленное производство стагнирует. С учетом того, что расходы на оборону в 2025 году значительно увеличены. С 10,8 трлн рублей до 13,5 трлн. Нет сомнений, что зафиксированный в сентябре взлет производства ВПК продолжится. Но при исчерпании ресурсов такой рост возможен лишь за счет перетока из прочих отраслей ВПК. Многие отрасли без господдержки будут сокращать выпуск. И это уже происходит. В последние месяцы наблюдались разнонаправленные тенденции в сегментах с высокой долей госзаказа. Там продолжился активный рост производства, тогда как в других отраслях выпуск незначительно снизился. Но это говорят аналитики, что это незначительно. На самом деле снижается все активно. Закрываются заводы. Драйвером промышленности по-прежнему является обработка. Ее динамичный рост теперь сосредоточен только в машиностроении, преимущественно в ОПК. А в остальных отраслях динамика выпуска уже довольно скромная. Экономический рост продолжает фрагментироваться и сосредотачиваться в узких приоритетных отраслях, что ставит под сомнение устойчивость и долгосрочность. Жесткая денежно-кредитная политика тоже перемещает средства в основном в те отрасли, которые дают деньги, которые дают какой-то откат. А это ВПК. То есть военная промышленность сейчас все больше и больше наполняется деньгами, то есть бюджетными и государственными заказами. А в это время обычная государственная промышленность, то есть бытовая, она падает в ноль. Председатель Центрального банка Эльвира Набиулина на вопрос, не приведет ли все это к рецессии, ответила, что рецессия – это в целом по экономике. И такого ЦБ не ждет. Но говорить на отдельные вопросы об отдельных секторах она отказалась. И, как вы знаете, ЦБ поднял ключевую ставку до максимума с 2023 года и допустил повышение до 23% в декабре. Сейчас, в октябре, подняли до 21%, а в декабре – до 23%. Ну а что будет в январе, друзья, это уже считать, не досчитать нам всем, потому что мы не можем решать за Центральный банк, который, в принципе, и не является так. Насколько можно понять, Российским банком является одним звеном международных банков, потому что это цепь, это целая цепь международных банков, которые управляют каждой стране. Нет такого понимания, что этот банк принадлежит только этой стране, потому что все банки составляют одну цепь, и эта цепь работает только тогда, то есть действует, живет, когда она соединена каждым кольцом друг с другом. Каждым кольцом связано друг с другом. Скованные одной цепью. Вот это как раз о банках и обо всей международной финансовой системе. Я Таня Карацова, Сейдбурхан. 31 октября 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok